Полководец Георгий Жуков полностью соответствовал своему времени. Он был жестким, волевым, бескомпромиссным. Он имел редкий дар полководца и аналитический ум, который мог на сто ходов вперед просчитать действия вражеской армии. Жуков владел качеством, которого, пожалуй, не было ни у одного из всех остальных. Он умел не просто побеждать, его победы были сокрушительными. Солдаты, прошедшие Великую Отечественную, называли его не иначе, как народный маршал. В памяти потомков Георгий Жуков навсегда останется маршалом победы. Четыре раза ему присваивали звание Героя Советского Союза. Он награжден двумя орденами победы, многочисленными советскими и иностранными медалями и орденами. Родился Георгий Жуков 1 декабря 1892. 1896 года в деревне Стрелковка Калужской губернии в семье простого крестьянина Константина Жукова. Родители могли дать ему только начальное образование. Он отучился три года в церковно-приходской школе соседнего села Величково. Получил похвальный лист. Летом 1908 мать пристроила его к своему родственнику в ученики. Он уехал в Москву, взяв с собой в дорогу узелок с лепешкой и пятью вареными яйцами. Уже на следующий день по прибытии он приступил к работе подмастерья у мастера с корняжных дел. Его рабочий день длился по 15 часов. Так началась рабочая биография будущего великого полководца. В 13 лет Георгий стал настоящим мастером своего дела, но ему очень хотелось учиться. По вечерам после работы он занимается на вечерних общеобразовательных курсах, после которых ему выдают аттестат. В начале Первой мировой войны его год подлежал призыву в армию. Жуков оказался в кавалерийском полку. У него было образование, которое позволяло учиться в школе прапорщиков, а потом получить офицерский чин. Но 19-летний паренек был очень скромным, ему показалось неправильным командовать умудренными жизнью солдатами, и он отказался от такой перспективы. Спустя много лет он скажет, что благодаря этому отказу он остался на родине. Если бы стал офицером, то его непременно ожидала эмиграция. Жуков участвовал во многих боях, получил ранения, частично оглох. Его заслуги перед отечеством отмечены высокой наградой. Молодой солдат получил Георгиевский крест. Когда началась гражданская война, Жуков перешел на сторону Красной армии и принимал участие в боях с Франгелем и Деникиным. После окончания в 1920 году рязанских кавалерийских курсов Георгия назначили командовать взводом. Потом он возглавил эскадрон. В середине 20-х ему предложили стать преподавателем Белорусского государственного университета. Он занимался со студентами, военно-допризывной подготовкой. В самом начале Великой Отечественной войны он возглавлял Юго-Западный фронт, сумев обеспечить мощный контрудар по танковым дивизиям, наступающего на Киев противника. В августе из-за настойчивых требований относительно отвода войск от столицы Украины, не совпадающих с мнением Иосифа Сталина, его сняли с поста начальника генштаба и назначили командующим войсками резервного фонда, а затем Ленинградского. В критической ситуации ему удалось не допустить захвата гитлеровцами северной столицы. Затем он внес решающий вклад в оборону Москвы, командуя Западным фронтом. С 1942 года полководец, бессменный член Ставки, а также зам наркома обороны, выполнял роль координатора фронтов непосредственно в районах боевых действий. Во многом благодаря предложенным им новаторским идеям была уничтожена сталинградская группа вермахта, а в 43-м осуществлен ряд оборонительных и наступательных кампаний на Курской дуге, прорвана 900-дневная блокада Ленинграда. В самом начале 1943 года Жукову было присвоено звание маршал Советского Союза. Он был первым из офицеров, кому выпала честь носить это звание в годы войны. В качестве маршала он принимал капитуляцию фашистских войск, победный парад в 1945, сразу в Москве, потом в Берлине. Жуков был на вершине славы, его называли маршалом победы, народным полководцем и многими другими лесными именами. Впоследствии судьба легендарного полководца складывалась непросто. После завершения войны он впал в немилость у Сталина. Генсек припомнил сдачу Киева нацистам в 1941 году. Тогда конфликт пришлось заморозить, но после войны противостояние возобновилось. Против Жукова выступали также Лаврентий и генерал Виктор Абакумов. На основании показаний маршала Новикова Жукова обвинили в злоупотреблении полномочиями, в присвоении трофеев и т.д. 9 июня 1946 года он лишился высоких правительственных постов и возглавлял вначале Одесский военный округ, что было практически ссылкой. В Одессе Жуков боролся с преступностью, запомнился местным жителям операции «Маскарад». Сотрудники органов переодевались в обычную одежду и таким образом ловили нарушителей закона наживца. Он хлопотал о выдаче служебного жилья своим подчиненным, пытался обелить репутацию усердной службой, но тщетно. В 1948 году в Политбюро его вновь обвинили в присвоении военных трофеев из Германии, сослав в Уральский военный округ. При обыске у маршала действительно нашли ценности – ковры, картины, антиквариат, ткань, меха. На новом месте службы в Свердловске Жуков жил в условиях спартанского аскетизма, спал на раскладушке. Но в октябре 1952 года его вернули в Белокаменную на пост главы Минобороны. Начался новый тревожный виток истории, известный как «Холодная война». Сталину нужны были проверенные люди рядом. В 1956 за подавление беспорядков в Венгрии он получил четвертую звезду героя. Однако спустя год уже Никита Хрущев отправил его в отставку с формулировкой «не оправдал доверие партии». В конце жизни легендарный маршал был консультантом при создании ряда документальных фильмов о Великой Отечественной войне. В 1965 он присутствовал на торжественном праздновании 20-летия Победы, в 1966 на конференции, посвященной 25-летию разгрома гитлеровцев под Москвой, работал над книгой «Воспоминания и размышления», изданной им в 1969 году с немалыми трудностями, а впоследствии более 10 раз переизданной и переведенной на несколько иностранных языков. В конце 1973 года, вскоре после ухода из жизни любимой жены Галины, у прославленного полководца случился инфаркт. В 1974 он впал в кому и спустя несколько недель 18 июня скончался. Его прах был захоронен в Кремлевской стене. «Для меня главным было служение Родине, своему народу. И с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот свой долг. Дни моих самых больших радостей совпали с радостями Отечества. Тревога Родины, ее потери и огорчения всегда волновали меня больше, чем личные. Я прожил жизнь с осознанием, что приношу пользу народу, а это главное для любой жизни», – писал Георгий Жуков. Субтитры создавал DimaTorzok